МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрган. Крик криминал-комментарий. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Подарок от сестры на живое ранение на день рождения. Одолжил в магазине. Утром в стуле, а вечером деньги. Охота на велосипеды. Горячая пора для владельцев и похитителей. 24-летняя Анастасия Кутина и 38-летний Андрей Емельянов выслушали обвинительный приговор Усть-Вымского суда. Жители поселка Жешерт набросились с кулаками на струдников Дорожно-патрульной службы. Чем так разозлили сельчан на полицейские, выясняла Наталья Литкевич. В ночь на 27 ноября экипаж ДПС при патрулировании дорог Усть-Вымского района заметил странный автомобиль. Требование остановиться водитель проигнорировал и только прибавил газу. На требование не остановился, по миру пошел в сторону Гагарина. Принял. Началась погоня. Иномарка нарушителя на большой скорости мчалась по улицам Ночного Жешерта, рискуя сбить пешеходов. Проехав поселок, она двинулась в сторону села Вагваздина. Тебе идет, да-да. Перекрывай. Дай мне дорогу. На трассе скорость машины превысила 150 км в час. Автоинспекторы с трудом поспевали за нарушителем. На помощь полицейским выдвинулись дополнительные наряды ППС и ДПС из Айкина и Микуни. Нагнать злоумышленника удалось лишь в деревне Арабач. В итоге доехал по дороге до определенного места, где дальнейшее движение уже не представлялось возможным. То есть попросту дорога была нечищена. Экипаж ДПС остановился сзади них. При этом водители и пассажиры данного автомобиля решили покинуть данное место. Стражи порядка остановили пьяных беглецов. Двое из них, водитель Андрей Емельянов и пассажир Анастасия Кутьина, при задержании оказали ожесточенное сопротивление. Лица оказали непоминовение сотрудникам полиции. При этом опять же пытались порвать форменную одежду, пытались нанести телесные повреждения. Пассажир своими хулиганскими действиями наносил урон, вред сотрудникам полиции. Срывал фуражки, надевал эти фуражки на голову. Ну то есть всячески вел себя по-хулигански. Пьяных гипоширов скрутили и доставили в дежурную часть. Лихой водитель не успокаивался, настаивал на незаконности задержания. Мы управляли транспортным средством с достаточными признаками опьянения. Достаточные признаки кто? Опьянения. Кто, где, как. Кто, где, как. Признаки кто, где, как доказал. Вы не понимаете, что да? Это нами было выявлено. По факту нападения на полицейских в отношении Емельяновой и Кутьиной возбудили уголовное дело. Усть-Вымский суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы, правда условно. Несмотря на мягкость наказания, вердикт они решили обжаловать в апелляционной инстанции. Две бутылки водки и статья за грабеж. В Важенском районе Сыктывкара полицейские завершили расследование уголовного дела по факту хищения в одном из магазинов самообслуживания. Днем 20 марта в дежурную часть позвонила продавец. Женщина заявила, нахальный покупатель прямо при ней похитил с прилавка две бутылки спиртного. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. В момент преступления и лица злоумышленника попали в объективы камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что сотрудники магазина пытались его остановить, покинул здание торгового зала. По записи с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска составили ориентировку, которая была доведена до всех патрульных нарядов. Эксперты-криминалисты взяли следы пальцев рук со стеллажей, где располагалось похищенное имущество. Вскоре экипаж ППС обнаружил похожую по описанию мужчину и доставил в дежурную часть. Тот вину сначала полностью отрицал, но эксперты установили. Отпечатки пальцев рук подозреваемого совпали с образцами, оставленными преступником в торговой точке. После предъявления таких железных улик отпираться задержанному уже не имело смысла. Он оправдывался, дескать, алкоголь, взял взаймы и хотел было вернуть деньги, но не успел. В отношении ранее судимого сыктывкарца возбудили уголовное дело за грабеж. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. За совершенное преступление фигуранту грозит до 4 лет колонии. Верховный суд коми подтвердил обоснованность приговора Сыктывдинской Фемиды в отношении жительницы деревни Гария Светланы Краевской. 19-летнюю девушку признали виновной в нанесении ножевого ранения двоюродному брату, а затем применении насилия в отношении сотрудника полиции. Примечательно, что два этих криминальных события были взаимосвязаны. Подробности в репортаже Константина Куратова. В ночь 21 ноября 2017 года на станцию скорой помощи Сыктывкара, а затем Сыктывдинского района позвонила Светлана Краевская. В ходе пьяной ссоры 19-летняя девушка ударила ножом в спину двоюродного брата, который пригласил ее на свой день рождения. Поскольку из раны шла кровь, сельчанка требовала немедленно приехать неотложку. Скорая помощь доставила пострадавшего в районную больницу. Подозреваемую и очевидцев по ножовщине доставили в райотдел. Конфликт спровоцировал сам потерпевший, назвавший сестру девушкой легкого поведения. Та обиды не стерпела. После обоюдного нанесения ударов руками, сельчанка схватилась за нож. Агрессивно она продолжала вести себя даже в кабинете сотрудников уголовного розыска. Пыталась сбросить со стола оргтехнику и схватить электрочайник. Уперполномочник, подойдя, попытаясь успокоить, схватил ее и держал, чтобы она успокоилась. Пытался отобрать, забрать чайник, попросить, чтобы она чайник отпустила, поставила на пол. Конечно, гражданка не в это время высказывала в отношении сотрудников полиции оскорбление. Она как бы была немножко присядку, да, на корточках на полу. Он свисал над ней, и она резко напрямляясь нанесла удар головой в лицо. Еще один удар в лицо оперативнику девушка нанесла, когда ее повели по коридору в дежурную часть. Свою вину Светлана Краевская признала и на следствии, и в суде. Приговор сагдовиденской фемиды, который за два преступления отмерил ей год и девять месяцев лишения свободы, она посчитала слишком суровым и обжаловала в апелляционном порядке. Я бы не хотела, чтобы меня лишали свободы, так как помощь не сломает. Да и даже я могу просто сказать, что большая часть родителям нужна помощь. И даже если у меня был иск, мне его радует как бы выпадщик. Характеристика ее личности, по моему мнению, позволяет применить положение законодательства об условном осуждении, то есть назначить лишение свободы условно, либо применить длинное, более мягкое наказание, поскольку и противоправное поведение потерпевшего зафиксировано в приговоре, и характеристика личности самой осужденной, и образ ее жизни и бытовые условия проживания, они заслуживают снисхождения. Кроме лишения свободы, Краевской по приговору обязали выплатить в бюджет свыше 100 тысяч рублей, потраченных на лечение ее брата в больнице. В этой части девушка тоже пыталась оспорить судебные решения, утверждая, что у ее родителей нет таких денег, а сама она из-за состояния здоровья не сможет трудостроиться в колонии. Фемида эти аргументы также отклонила. Родственники и сотрудники полиции Сыктывкара ищут пропавшего без вести Кузнецова Михаила Владимировича, 1964 года рождения. С 17 апреля мужчина уехал на Ниве на рыбалку, предположительно в район Кентюковской Западни, и до настоящего времени домой не вернулся. Приметы мужчины на вид 55 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, был одет в белую куртку, черную вязаную шапку, брюки и темно-зеленые сапоги. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Кузнецова или обстоятельствах его исчезновения, стража порядка просит позвонить по указанным телефонам. Пьяные признания в неверности привели за колючую проволоку 44-летнего жителя деревни Сордиев Усть-Куломского района Петра Игнатова. Ранее неоднократно осудимого сельчанина признали виновным в убийстве своей 29-летней супруги. Семейная драма случилась в середине ноября. До того, как они распивали спиртного у себя дома, он сказал ей, что якобы он изменил ей. В отмеску она сказала, что я тоже изменяла тебе. У них там спор, конфликт. За столом, когда они сидели, она стала предъявлять претензии, что он спит с другими женщинами. По утверждению обвиняемого, словесными оскорблениями супруга не ограничилась. Схватив с стола нож, замахнулась на неверного. Но мужчина вырвал из ее рук клинок и ударил сам. Говорит, хотел только приструнить разозленную женщину. Усть-Куломский суд признал Петра Игнатова виновным в умышленном причинении смерти и приговорил сельчанина к семи годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. С наступлением весны в Сыктывкаре возросло количество краж велосипедов. Только за последний месяц в столице зафиксировано 8 случаев хищения двухколесных транспортных средств. При том, что за весь год 15. Стражам порядка удается вернуть законным владельцам лишь малую часть похищенного. Классическая схема воровства железных коней в репортаже Антона Булаева. Велосипед – один из самых угоняемых видов транспорта. Сегодня даже простенькая модель стоит приличных денег. Это и привлекает воришек. Этих молодых людей в масках подозревают в хищении сразу двух велосипедов в подъезде многоквартирного дома по улице Свободы. Они перекусили кусачками запорные устройства и уехали на железных конях в неизвестном направлении. Ущерб превысил 40 тысяч рублей. Злоумышленники до сих пор в розыске. Так или примерно так, в Сыктывкаре с начала года совершено 15 краж двухколесной техники. Транспорт бесследно пропадает с лестничных площадок и парковок возле магазинов, где его оставляют без присмотра. Здравствуйте, лейтенант полиции Борисов. Давайте велосипед вас проверим по нашим базам. Улица Коммунистическая, центр города. Сотрудники патрульно-постовой службы дежурят здесь ежедневно. Останавливают велосипедистов и прямо на месте проверяют железных коней по общей электронной базе. ПАЖГА 967. Велосипед проверим. Латинская СМ15В506531. Велосипед GT. Как приняли? Это транспортное средство в угоне не числится. Молодого человека отпускают. В электронной базе только столичного управления полиции зарегистрировано более 20 тысяч велосипедов. Благодаря этим данным в мае стражи порядка вернули украденную собственность двум сыктывкарцам. В МВД России по городу сыктывкару собираются сведения о велосипедах, их владельцах, контактные данные, местопроживание. И если при проверке велосипеда за управлением велосипеда будет другое лицо, то будут уже возникать вопросы, его ли это велосипед или нет. Можно будет связаться с собственником по телефону и уточнить, в чем владение сейчас находится велосипед. Александр Габов паркует велосипед во дворе и пристегивает его специальным замком. Молодой человек понимает, запорное устройство спасет, пожалуй, только от хулиганов, желающих покататься. Опытных угонщиков такой вариант защиты вряд ли остановит. Ну, если надо, он не поможет, потому что очень много ворует. Зеркала ворывали, фонарики ворывали, пять фонариков еще потерял. Ну, сейчас снимаю, вроде фонарик нормально. А что, а постоянно осыпать зеркала тоже не вариант. Велосипед Максима стоит более 10 тысяч рублей. Тем не менее, к охране своего железного друга подросток относится весьма серьезно. Храню в квартире дома. Если покупаются за этим магазином. Я цукляю. Надежно, конечно. Ну, не очень, потому что был уже один случай с моим другом, то, что у него скрутили. Даже никто не подошел, не спросил, перекусывают, и они просто взяли и уехали на нем. Но я стараюсь на камерах его оставлять, если что, чтобы было видно. По словам полицейских, найти угнанный велосипед довольно непросто. Ситуация осложняется тем, что владельцы часто не хранят технический паспорт. Именно там содержатся основные сведения модели. Отличительные признаки и серийный номер, по которым его можно найти. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Нашу программу можете на сайте yurgan.rf. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в среду. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова